Здравствуйте, уважаемые зрители! Сегодня я пришла на пляж и увидела вот, пожалуйста, красный флаг, который означает, что купаться нельзя. Вдалеке виден красный кораблик, и кораблик этот занимается, как я считаю, поскольку именно в такой цвет красят технические суда, работающие в акватории Барселоны. Кораблик этот занимается очисткой воды от нефтепродуктов. Когда я в числе других людей подошла к пляжу, который вы видите сейчас, там вдали тоже красный флаг виднеется. И вот как раз за этим кафе Бамбук стоит пост, на котором сотрудники пляжа объясняют, что проходить на пляж можно, но купаться нельзя, так как произошел разлив нефтепродуктов. И в связи с этим купание запрещено. Вот, разлив произошел где-то здесь, в этом месте, так как перевернулся один из нефтяных перевозчиков кораблей. Где-то здесь произошел этот разлив, видите, курсирует сюда, ну что там еще на лодках плавает, я точно не знаю, отсюда не видно. Купаться голым телом, как говорится, да, в воду никак нельзя. Ну, сотрудник сказал на мой вопрос, как там завтра будет, что он не знает, не может точную, так сказать, обстановку мне описать насчет завтрашнего дня. Вот, когда я спросила на соседнем пляже, как оно, он посоветовал пройти, проверить, что он тоже до конца не в курсе. Ну, вот, я следуя его совету, как видите, иду вдоль берега, чтобы проверить, как там оно на том, на соседнем пляже происходит. Почти сразу стал чувствоваться возле моря запах, поскольку нюх у меня очень даже неплохой, и я это почувствовала. Вот вы скажете, это, наверное, машина, которая вот сейчас вот здесь на экране мелькнула, и там еще будут проезжать. Нет, машины, работающие на пляже, работают на электричестве. Это уборочные машины, полицейские, и, собственно говоря, вот на том месте, где стояла эта машина, запах еще, как таковой, не чувствовался. Затем ветер повернулся немного, стал дуть с моря, и запах, ну, вот как раз нефтепродуктов, что уж там перевозили, бензин, керосин, я не могу сказать. И стал ощущаться этот запах довольно отчетливо. А когда ветер немножко усилился, запах тоже усилился. И дорога отсюда далеко. Обычно, вот когда ты идешь здесь по набережной, от дороги никаких запахов не чувствуется. Ну, с острым нюхом, как у меня, подойдя к дороге, вы, конечно, почувствуете запах машин. Хотя здесь всячески стараются, есть катализаторы. Ну, тем не менее. Ну, вот здесь на соседнем пляже желтый флаг. Это означает, что, в принципе, купаться можно, да, но, как говорится, имейте предосторожность. Ну, я решила не спускаться на пляж. Там многие люди тоже поворачивали. Они шли на пляж, ну, с чем обычно идут люди, с ластами всякими, разными досками для плавания и так далее. И поворачивали обратно многие. Некоторые спускались вниз, ну, там, посидеть на песке и все такое. Ну, вот такая ситуация произошла. Когда уберут это нефтяное пятно, конечно, я думаю, ситуация восстановится, но пока купаться не стоит. Такая ситуация бывала здесь, что в связи с загрязнением закрывали пляжи, даже когда был вполне себе туристический сезон. Ну, вот сейчас туристов очень мало. Все же еще пандемические ограничения есть, но все-таки, вот, как видите, красный кораблик отсюда тоже хорошо видно. Так что, надеюсь, быстро уберут, природа восстановится, что разлив был небольшой. Спасибо за внимание, пока! Субтитры сделал DimaTorzok Продолжение следует...